Академия порядочных парней Сейчас будет немного ностальгии и некоторые строчки опять всплывут в голове и придется весь день их напивать Ставь лайк, если любишь иногда переслушивать старые треки, поехали! Ну а ролик, как обычно, при поддержке моих друзей OneX, где самые высокие, как горы кэфе и мгновенный расчет средств Всю инфу найдете внизу и в закрепленках, залетайте в наши ряды и получайте крутые ништяки И открывает наш длительный путь по бенгерам за 5 лет Мияги и Эншпиль В 2015-м парни выстрелили после трека Санава Бич Грустная и душераздирающая песня, в которой исполнители хотят найти себя и свое призвание Мне интересно, а фанаты Каспийского груза еще существуют? Если да, то напишите в комментариях Эти парни были в главных ролях русского рэпа, но, к сожалению или к счастью, долго не продержались А табор «Уходит в небо» стал одним из главных хитов дуэта Было бы пару лямов, блядь, у меня было пару лямов Я бы поменял их, не глядя Я не могла упустить фараона с песней Black Simmons Как же долго форстили скр-скр-скр Что в один момент Глебу все надоело и он решил скрыть свою работу на ютубе А на одном из концертов сообщил, что больше эту песню исполнять не будет Но сейчас она доступна и мы можем поностальгировать и вспомнить эту, если так можно сказать, культовую работу А теперь всем известная рубрика «Оксимирон» И начнем мы с совместки с ЛСП «Безумие» Мало кто вообще знает, но это не оригинал песни, а ремикс Никто не предполагал успеха этой песни Мне кажется, Мирон и Олег ЛСП сами не ожидали, что хайпанут Ибо, судя по клипу, они даже не заморачивались Прошло уже 4 года, а мне интересно до сих пор Что же все-таки было в том спрайте? Далее идет, пожалуй, самая лучшая работа Аксимирона «Город под подошвой» Вот что-что, а Акси умеет делать треки, которые будут слушать на протяжении многих лет Часто вижу на ютубе людей, которые пишут в комментарии, что до сих пор слушают этот шедевр А вообще, 2015 год в карьере Мирона был самый лучший О нем говорили все после батла против Джонни Боя Но это был не предел хайпа еврея И в конце 15-го он неожиданно для всех выпускает альбом «Горгород» Ну а я хочу выделить песню «Где нас нет» За Олегом до сих пор бегает Россия, чтобы посадить его за нехорошие дела И после того, как он сбежал в 2014-м, за ним охотился Интерпол И после того, как его посадили, песня «Никто не нужен» выстрелила В интервью Олег сказал, что благодарен даже такому черному пиару Ведь о нем узнала вся страна И закрывает наш 15-й год скриптонит Помимо отличного альбома от Акси, в тот год вышел релиз «Дом с нормальными явлениями» Который боролся с «Горгородом» за право считаться самым лучшим релизом года Я бы многие песни добавила, но выделю одну романтическую композицию Это любовь Кстати, ребята, я провожу конкурс в инстаграме И ты прямо сегодня можешь выиграть от меня 500 рублей Для этого тебе нужно всего лишь подписаться на мой инстаграм И написать свои цели на это лето под последним постом Итоги сегодня в 21.00 в сториз Поэтому дерзайте Что ж, идем далее И на очереди 2016-й Бастер выпустил песню о школьной истории Где на выпускном парнише посвятил песню девушке, в которую был влюблен И это привело к хэппи-энду Просто сказка Кстати, у кого вчера был выпускной? Пишите в комментариях Ну а теперь только не пустите слезу от ностальгии Я думаю, все помнят популярный мем патимейкер Эта песня играла отовсюду, особенно летом на тусовках Еще одно явление, которое было в 16-м, это грибы Они, как и Пика, быстро зажгли, но также и быстро угасли Хочется вспомнить песню Копы, после которой они хайпанули Фараон и Бульвар Депо являются одним из самых лучших дуэтов русского рэпа И очень жаль, что эти парни поссорились И в ближайшем будущем мы точно не услышим от них нового материала А нам лишь остается наслаждаться старыми треками И одна из них это «Пять минут назад» А что ты делал пять минут назад? Я вот, например, пять минут назад позавтракала Завершаем 2016-й Максом Коржом Клип «Слово пацана» как мини-фильм, который отправляет нас в 90-е Сам трек был выпущен годами ранее, но видео о работах хайпануло в 16-м По моему скромному мнению, главный бэнгер 17-го года – это песня «I Got Love» Любимый дуэт наших подписчиков записали хит совместно с Трем Дигой Танцевальная композиция, которая до сих пор играет во всех клубах и барах Еще немного Мирона Яновича в нашем топе В 2017-м году, после опять же длительного перерыва в творчестве Он представил вместе с Маркулом хит Фата Моргана Клип не для слабохарактерных По словам Окси, клип планировался вообще другой Они хотели снять в Барселоне, где танцы и прочее Но слава богу, что они отказались от идеи снять очередной диспосита И получилась такая мощная работа После того, как Ти Фейс присоединился к Газгольдеру, карьера пошла в гору с арифметической прогрессией Хит «Улети», а затем совместка со скриптонитом помогли ему закрепиться в этом топе А тем временем Фараон не уставал делать хиты И сделал очередной бэнгер на Сейрос «Дико, например» Следующий исполнитель ATL с песней «Танцуйте» Он всегда славился своими поэтичными песнями Как по мне, у него много качественного материала И очень жаль, что его творчество не получает должного внимания Ни для кого не секрет, какой замечательный флоу у Бамбл Бизи И в песне «Дайджест» он превзошел самого себя В 2017-м умер великолепный музыкант Рома Англичанин И его лучший друг ЛСП красиво попрощался к клипам «Тело», где за 3 минуты продемонстрировал всю жизнь Ромы У кого конфликт с представительством и законами? Спросите вы А я вам отвечу У Хаски Человек, который не боится рассказывать о проблемах нашей страны В песне «Иуда» артист показывает зрителям реальную жизнь Не освещенную огнями софитов И не спрятанную за красивыми словами С чем ассоциируется лут? Конечно же с Биг Бэйби Тейпом Молодой парень выстрелил как будто за считанные секунды А песня «Гимми за лут» помогла ему стать одним из самых хайповых рэперов 2018 Биг Бэйби Тейп делил хайп с Ганн Фладом В отличие от Тейпа у Флада тернистый путь к успеху В общем 2018 был именно этих исполнителей Если вы хотите услышать, как делается стильная музыка Включите трек от Скрипи 104-го и Ти Феста мультибрендовый Песня залезает тебе в голову с первого же прослушивания Кстати, интересно наблюдать за Ти Фестом Который ранее пел про Улети А тут он показывает себя как плохого парня со свэгом В 2018-м серьезно заговорили о Бульваре Депо Песня Кашенко стала первым сольным бэнгером Побольше бы такого материала от Артема Гучи самый популярный бренд в мире Страшно представить, сколько они зарабатывают на одежде Когда рэперы пиарят их у себя в треках Причем многие за бесплатно И Тимати с Игором Кридом не стали исключением Они записали совместку, в которой постебались над трендами Честно говоря, вышло забавно Грустная песня от Фараона на Луне Это лиричный трек, в котором есть даже чуточка романтики Что примечательно, он не использует речитатив Так как продемонстрировал свое пение Ну а что насчет этого года А то мы будем еще подводить итоги за весь 2019 год А пока можно просто послушать несколько популярных песен Заодно пишет свой любимый трек этого года Чтобы он точно залетел к нам на выпуск Моё имя Тейпа, фамилия на бабках Моё имя Тейпа, фамилия на трэпе Трэп, 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 трэп тебя целует Говорит, что любит и ночами обнимает Сердце прижимает, а мучаюсь от боли Голдо мой рист, я юморист Пошутил не так и ты попал в блэк лист Государь его немилый Родись, страдай, умри и в рай Нам, нам, нам ничего не страшно На этом все Вот такой здоровый выпуск у нас получился И это при том, что это не все хиты за 5 лет Я знаю, мы упустили очень много Поэтому если этот ролик наберет 20 тысяч пальцев вверх То мы выпустим вторую часть И включим треки, которые вы нам присылаете Поэтому пиши песню в комментарии Я сделаю скриншот и лучшие попадут в видео Ну а с вами, как обычно, была Вика Не забывай подписываться на наши социальные сети На мой инстаграм и нажимать колокольчик Чтобы быть в тренде самой лучшей и актуальной музыки Всем пока!